Привет! Меня зовут Светлана. Видео на моём канале посвящены моему любимому хобби – вышивке и чтению. Хочу разнообразить, друзья, ваше время, проведённое за вышивкой, при помощи подачи информации, которую я считаю интересной. Сегодня на календаре 5 января 2022 года. И у нас в программе. Как вы уже знаете, друзья, следуя традиции, сложившейся на канале, первая часть выпуска будет посвящена вышивке. Я представлю вам продвижение в картине, которой я сейчас занимаюсь, и поделюсь своими впечатлениями. А во второй части видео наш клуб любителей прогуляться по страницам легенд и загадок истории вновь распахнёт свои двери, уже в новом 2022 году. Сегодня, друзья, в преддверии Рождества, важного праздника, мы совершим путешествия в разные страны. В средневековую Англию мы отправимся, чтобы узнать, как они праздновали Рождество во времена его запрета и благодаря чему популяризация Рождества была восстановлена. Затем плавно переместимся во времена Древней Руси и откроем для себя, как языческие и христианские традиции на Руси многие века сосуществовали, образуя своеобразный культурный сплав. Прикоснёмся к древним обычаям, принятым перед великими праздниками, как утюварили, как гадали, колядовали и многое другое касаемо данной темы. Ну, а пока, друзья, давайте вернёмся к первому пункту нашей программы – к вышивке. Напомню, ну, кому напомню, а кого и познакомлю. У нас, друзья, появились новые зрители, члены нашего клуба. Благодаря Ирине Дончиновой спасибо большое за добрые слова и поддержку, Ирочка. Ну вот, так что представлю, да? Я вышиваю картину, которая называется «Любимая мелодия». Схему для вышивки разработала творческая мастерская «Артель белый кролик», которые, в свою очередь, схему разработали по картине известного итальянского художника Евгению Эдуарду Зампиги. Схема, как для меня, большая – 576 на 420 стежков, 200 цветов задействовано в работе, из них 102 бленда. Я вышиваю крестиком в два сложения нити на аиде 18-го каунта, иголочкой 28-го номера, нитками ДМС по ключу. Вот так, друзья. И хочу сразу обозначить пока перед нами картинка во всей красе. Ну, как вы понимаете, вот такая непосредственно картина должна получиться у меня в итоге. И мы с вами находимся уже в самом низу. Вот мы захватываем хамелию, ее клювик, что-то она там ищет. Ну, ляшечки еще не совсем. Тыл у нашей голубушки уже готов. Идем дальше вправо двигаемся. Ножка резная стола. И продвигаемся дальше к нашей рябушке голубушке. И поднимаемся теперь вверх. Ну, для полного понятия картины я объясню, как я вышиваю. Если мы картину разделим на три части по вертикали, то я заканчиваю, можно сказать, уже так, да, работать над первой левой частью. Граница проходит. Значит, как я уже сказала, рябушку захватываем и поднимаемся вверх. Каменные плиты, пола, бетончик для воды с ручкой. Дальше мы поднимаемся по старенькому комоду. Предплечье нашей героини второй розочки. Основной герой, гармонист Джузеппе, уже полностью, друзья, вышит. Но, понятно, пока он у нас смотан и ждет своего часа. Следующая у нас розочка. Так вот, захватываем предплечье розы. Ее всевидящее око. Да, вот так она настояла и попала у меня в вышивку. Затем горшочек с кашей захватываем. Облупившуюся штукатурку, стену, тень от ситечка и до упора. То есть, первая левая часть у нас, ну, практически, да. Мне осталось вышить тарелочку для питья нашим голубушкам. Курочкам и каменные плиты. Ну вот, друзья, теперь непосредственно посмотрим, что же там у меня получилось. Сейчас мы уберем нити наши всеми любимые. ой, превьюшечку. И уменьшим немножко кадр, чтобы вам было все хорошо видно и понятно. Да, друзья, но вначале мне бы хотелось вставить небольшой эпизод, видеоэпизод, как выглядела вышивка на начало моей новой вышивальной недели. Ну, чтобы вам наглядно было легче сравнить, как было и как стало. Ну вот, друзья, сегодня 25 декабря 2021 года. И для истории хочу зафиксировать старт новой недели. То есть, вот как оно было и как станет уже, когда я буду писать отчет. И вот таким образом наша вышивка выглядит на сегодня. Напомню, на 5 января 2022 года. Значит, за прошедший период, получается, с 25 по 5 января, ну, понятно, не все дни, далеко не все были вышивальными. Где-то в какие-то дни, у меня в 2 дня выпадали, у меня получалось вышивать по 1350 крестиков. Да, для меня это хороший очень результат. Ну, а какие-то дни попадали где 100 крестиков, 300. Был день даже, не помню какой, 21 крестик, да, был вышит. Ну, в общей сложности, за прошедшую неделю, так сказать, ну, больше, чем неделя, у меня получилось выше 4,5 тысячи. Всего в процентах вышито 36,8. В крестиках, вот мы уже знаем, что вышито 89 тысяч 140. И осталось 152 тысячи 780. Да, всего-навсего и будет. Картина готова. Ну, вот, друзья, рассказала вам, да, статистику. Ну, как вы видите, я перешла вот уже на почти в самый низ. Здесь у меня вышито, вот как я ранее говорила, участок я выделяю 2100. И здесь у меня уже в этой области 639 крестиков вышито. 639. И как вы думаете, одним цветом, одним символом вышиваю я сейчас 21 стежок одним цветом. Да, а то все были 1, 2, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 11. В общем, вот такое разнообразие цветов. И это только, как вы видите, плиты. Ну, правда, захватываем мы здесь, как я понимаю, еще и тень от курочки. И вот такое многообразие цветовое. Так что не заскучаешь. А я думала, ой, плиты начнутся серость, мрачность. Как я с этими плитами думаю? Ну, хорошо, хоть какой-то горшочек, тарелочка или еще что-то есть к чему стремиться. Нет, плиты далеко не скучно, хочу я вам сказать. Но зато результат мне нравится, да. И на сегодняшний момент. Ну, что, вот наша мы, как понимаем, отталкивалась я от нашей хамелии. Вышила здесь, ну, почти, да, не до конца еще. Ножка резная, стола нашего. Молодцы, девочки, как хорошо проработали. Мне так понравилось. Вот мы абсолютно понимаем, что сверху падает свет. Здесь и припыленность какая-то, конечно, присутствует на ножках стола. Но факт тот, что как аккуратно заточены и срезаны и показаны, обозначены углы нашей ножки от стола. Мы понимаем, что они закругленные, аккуратненькие. Молодцы, девочки, проработали. Здесь оттенили, здесь высветлили. То есть, ну, ножка выглядит как настоящая. Вот, просто хочется, конечно, взять и пройти с тряпочкой. Мне нравится, как тень тоже изобразили. Тень от перекладины, вот идет перекладина, которая удерживает ножки стола от разъезжания. Вот она есть. И здесь тень от ножки, вот она идет, немножко падает. И здесь мы видим тень, ну, понятно, от курочки, от бетончика с водой. Ну, нравится мне, да, тень от кувшинчика. Здесь, конечно, такая хорошо сочная видна. Нравится мне результат, который получается. Мне хотелось, чтобы было все натурально, естественно и объемно. И я это вижу. Ну, и, конечно, на прошлой неделе занималась нашей рябушкой. Голубушка, вы посмотрите, какой у нее удивленный взгляд. Вот здесь она стала хорошо уже зашиваться, зашиваться. Вот, и на картинке, сейчас я приближу вам. Вот она совершенно удивлена то ли тем, что мы от нее ждем. Я говорила ей, что курочка она крайне пропиаренная. Мы все помним, да, как снесла она золотое яичко деду и бабке, которое мышка разбила. Что она там потом им наобещала? Снесу вам не золотое, а простое. Ну, как там сложилась дальше история, умалчивает. Вот. Ну, факт тот, что Джузеппе эту курочку-рябу приобрел на рынке не задешево. Так что, рябушка, у нас на тебя большие надежды. Да, Джузеппе семь пенсов на тебя потратил. Деньги немалые. Да, за это в средневековье можно было приобрести жареного гуся к Рождеству. Так что, нам же надо справить башмаки Джузеппе новенькие, а также и комодик. Хотя, если мы все это исправим, комодик, поштукатурим стены, уйдет этот налет шарма. Неповторимый. Это атмосфера того времени. Наверное, мы все оставим как есть. Но все равно, рябушка, мы не снимаем с тебя обязанности по поводу золотого яичка. Не переживай. Мы справимся и разобьем. Мышку ждать не будем. Ну вот, друзья. Поделилась я с вами впечатлениями, потому что видео, наверное, получится у меня немаленькое, чтобы не задерживать вас больше. Статистику я рассказала, да, сколько я вышла. Четыре с половиной. Хороший результат, как для меня. Вот. Впечатлениями поделилась. Пора нам отправляться в путешествие. Клуб, друзья, уже соскучился. Давно мы не заглядывали, не собирались. Средневековье уже заждалось. Поэтому настраиваемся на нужный лад и отправляемся в средневековье. И да, друзья, хочу напомнить, что я постараюсь вставлять тематические картинки, смена которых будет иметь звуковое сопровождение. Поэтому, чтобы вам не нужно было бесконечно смотреть на экран, вы будете вышивать. Но я думаю, вам будет интересно глянуть, что там и как происходило, и происходит. Поэтому постараюсь разнообразить ваше прослушивание. Ну что, отправляемся в средневековье. История Рождества в Англии в эпоху раннего средневековья не имеет ничего общего с укоренившимися представлениями о торжественных банкетах в рыцарских залах в сопровождении песен, министрелей. Вплоть до IV века н.э. рождение Христа отмечалось вместе с крещением. В этот день проводились особые мессы, служившие поводом для тихих молитв и размышлений. История Рождества в Англии берет свои корни в языческих традициях Древнего Рима, где начало зимы традиционно сопровождалось торжествами. В церковной среде долго спорили о времени официального празднования, так как в евангельских источниках точные сведения о дне и месяце рождения Сына Божьего отсутствуют. Дата 25 декабря была утверждена Папой Юлием I только в 337 году н.э. Существует мнение, что глава церкви хотел христианизировать языческие сатурнали, проходившие в период зимнего солнцестояния в честь завершения сбора урожая. Первое упоминание Рождества встречается в саксонской книге, датированной 1038 годом. История празднования Рождества в Англии началась с примечательного события. Вильгельм Завоеватель пожелал провести свою коронацию именно в этот день. Церемония состоялась 25 декабря 1066 года в еще недостроенном Весминстерском аббатстве. Собравшиеся внутриместные жители приветствовали нового монарха криками и аплодисментами. Находившиеся снаружи солдаты решили, что на короля напали, ворвались в церковь и начали разгонять народ. Праздник закончился грандиозным побоищем и пожарами. Рождество в средневековой Англии продолжалось 12 дней и было временем, когда бедные люди могли отдохнуть от тяжелого труда и получить подарки от сюзеренов. Лорды раздавали угощения в зависимости от статуса получателя. Зажиточный крестьянин мог рассчитывать на мясо, пиво и даже свечи. Бедным же обычно доставались остатки от праздничного обеда и буханка хлеба. Самые роскошные пиршества проводил король для своих приближенных. В 1482 году Эдуард II в течение нескольких дней угощал около двух тысяч человек. Основным блюдом рождественского стола средневековой аристократии была голова кабана или свиньи, начиненная рубленным мясом и яблоками, сдобренная специями и украшенная розмарином. Альтернативой свиньи служила оленина. Самые лакомые кусочки подавались знатным гостям. Слугам обычно доставалась требуха. Сердце, легкие уши и печень. Измельченные ливер с пряностями и сухофруктами запекали в большом пироге в виде детской кроватки, символизировавшей ясли, в которых когда-то родился младенец Иисус. Церковь принимала живейшее участие в подготовке празднования Рождества. В храмах можно было приобрести готовое блюдо к торжественному обеду – жареного гуся. Правда, купить его мог далеко не каждый. Птица стоила семь пенсов, что равнялось дневному заработку крестьянина. Монахи варили и продавали церковный эль – крепкое пиво с пряностями, предназначенное только для рождественского стола. Тогда же появилась традиция готовить к празднику пудинг, который стал у народа любимым лакомством. В густую кашу или вареную пшеницу добавляли яичные желтки, сушеные фрукты и специи, корицу и мускатный орех. Смесь раскладывали в формы, охлаждали, а затем подавали к столу, как десерт. Средневековое Рождество в Англии стало слиянием старых языческих и новых христианских традиций. Падуб с темно-зеленой листвой и красными ягодами считался священным у друидов, а древние римляне делали из растения венки, которые дарили в знак дружбы и уважения. У христиан сплетенные в круг ветви омелы и падуба служили символом вечной жизни и стали рождественским украшением домов задолго до елей. При этом Плющ длительное время официально запрещался церковью, так как отождествлялся с богом вина Бахусом. В позднем Средневековье приобрели популярность калятки, которые первое время священнослужителями не одобрялись. Когда рождественские песнопения только появились, верующие пытались вводить хороводы прямо в храмах, что было объявлено непристойным поведением. Певцы переместились на улицы, и со временем церкви пришлось благословить начинание, тем более что содержание гимнов отличалось благочестием. Рождество оставалось самым любимым праздником Великобритании вплоть до свержения монархии. Запрет Рождества в Англии Оливером Кромвелем Распространен миф о том, что Оливер Кромвель лично запретил Рождество в середине XVII века из-за собственного негативного отношения к празднику. На самом деле инициатива была выдвинута в парламент религиозными активистами Божественной партии, а идея касалась запрета празднования всех дней официально неупомянутых в Евангелии. Нет никаких данных, что Кромвель проявлял особую заинтересованность в продвижении законодательных актов об ограничениях, хотя наверняка был полностью с ними согласен. Рождество в то время считалось официальным государственным праздником. В течение 12 дней мастерские и предприятия были закрыты, а магазины работали по сокращенному графику. Люди посещали церковные службы, ходили в гости и обменивались подарками. Рождественские блюда и напитки готовились и употреблялись в больших количествах, а торговля в тавернах процветала. Даже самые бедные слои населения старались это время провести с размахом и весельем. С распространением радикальных протестантских течений в стране появилось все больше противников официальных церковных праздников и в особенности Рождества. Пуританам не нравилось расточительство, которым сопровождались торжественные мероприятия, поэтому чревоугодия и веселье были объявлены греховными. Еще одним аргументом радикалов стал тот факт, что дата рождения Христа не упоминается в Евангелии. Идея запретить праздники Римско-католической церкви была в итоге выдвинута в парламент, где нашла одобрение и поддержку. Попытки подавить празднование Рождества продолжались с 1644 по 1660 год. Группа министров по поручению парламента выпустила каталог публичных богослужений для Англии и Уэльса. Воскресенье было объявлено официальным днем для поклонения Богу. Остальные праздники отменялись. Под запрет попало не только Рождество, но также Троица и Пасха. Дополнительно вводился еще один выходной день для рабочего люда – второй вторник каждого месяца. Пуритане с восторгом приняли новшество, но значительная часть населения Англии продолжала тайком отмечать праздник. Проводились подпольные церковные службы, люди по-прежнему готовили угощения и веселились. Хотя уже и не с таким размахом. Многие торговцы и владельцы мастерских ограничивали работу своих предприятий и отдыхали в Рождественскую неделю. С реставрацией монархии в 1660 году все законы времен правления Кромвеля были объявлены недействительными и празднования возобновились. К началу XIX века рождественские праздники Великобритании утратили былой масштаб и популярность. Начало индустриализации и крайняя бедность населения привели к тому, что владельцы предприятий не давали рабочим выходного даже 25 декабря, не говоря уже о длительных каникулах. Подарки было принято дарить только к Новому году. И вплоть до второй половины XIX века праздник проходил очень скромно. Историки связывают популяризацию Рождества Великобритании с именем супруга королевы Виктории принца Альберта, немца по происхождению. В Германии событию придавали большое значение, а торжественные обеты-подарки были неизменными атрибутами праздника. В 1848 году одна из лондонских газет опубликовала рисунок с изображением членов королевской фамилии около затейливо украшенной ели. И вскоре каждая британская семья сочла своим долгом последовать примеру монархов. Затем изображение появилось на почтовых карточках и положило начало еще одной традиции – поздравлять родственников и друзей с помощью так называемых открытых писем. Открыток. Традиционного гуся на рождественских столах все чаще стала заменять жареная индейка. Из-за большого размера птицы блюдо быстро приобрело популярность. Традиционный пирог с ливером также претерпел изменения. Из начинки исчезло мясо, поэтому блюдо из основного стало десертным. Традиция приготовления сладкой выпечки с изюмом, черносливом и орехами сохраняется в Великобритании до сих пор. В этот период получили новое развитие и рождественские песнопения. Калятки стали своеобразной формой развлечения. Их разучивали и репетировали в музыкальных салонах задолго до наступления праздников. В викторианскую эпоху на первый план вышли семейные ценности, поэтому Рождество отмечали в кругу домашних. В современной Великобритании свечи на новогодние елки заменены гирляндами. Электронная почта с успехом справляется с доставкой поздравлений. Но традиции викторианского Рождества остаются неизменными. Люди по-прежнему украшают дома, покупают друг другу подарки и собираются за семейным праздничным столом. Седьмого января православные отметят чудесный праздник Рождество. Многие знают, что язычество оставило след во всей славянской культуре. Но не все подозревают, насколько мал этот след. Православие буквально за два века преобразило жизнь нашего народа так, что представить её без праздника Рождества Крещения уже просто невозможно. О том, как праздник Рождества Христова справляли в Древней Руси и последствия христианизации быта наших предков, и будет данное повествование. Исторической датой Крещения Руси считается 988 год. Но ещё до религиозной реформы святого князя Владимира, до трети жителей больших городов уже были христианами. А потому христианство не было чем-то совсем уж новым для наших славянских предков. Язычество, не имевшее письменной традиции и централизованного культа, не выдержало. В народном сознании остались лишь домовые, долезшие, соседствовавшие с христианством чуть ли не до наших дней. Это обрушение язычества было столь велико, что историкам и религиоведам приходится буквально по крупицам собирать сведения о верованиях славян. В отличие от греческого язычества, славянское не оставило после себя ничего – ни письменных или археологических памятников, ни философии или этики. Всё, что мы имеем – это сказки, песни и народные обряды. Переход от языческой религии к христианству происходил постепенно. Этому предшествовали исторические события, которые привели к христианизации Руси. Новгородский князь Олег в 882 году, объединив под своей властью земли и города, расположенные вдоль торгового пути, стал править в Киеве, сделав его столицей Древней Руси. В 907 году князь предпринял поход против Византии и, овладев Константинополем, заключил с ней мирный договор. Олег правил в Киеве до 912 года. Его преемник, князь Игорь, правивший в Киеве с 912 по 945, продолжил процесс объединения восточнославянских племен под властью Киева. Жена Игоря, княгиня Ольга, в 955 году крестилась в Константинополе и стала христианкой, подав тем самым пример будущим поколениям. Ее примером воспользовался внук Игоря и Ольги, князь Владимир Святославович, принявший христианство как государственную религию в 988 году. Князь Владимир Святой правил на Руси с 980 по 1015. В начале своего правления он пытался создать единый пантеон языческих богов для всех восточных славян во главе с богом Перуном. Но его попытка оказалась неудачной. После этого Владимир пошел по пути христианизации Киевской Руси. Христианство определило дальнейший ход духовного развития Древней Руси и одновременно решило множество геополитических задач Древнего государства. Принятие христианства позволило Древней Руси разрешить также целый ряд проблем, связанных с международными связями. Улучшились торговые связи с Европой, стали заключаться междинастические браки и так далее. С этим переходом Русь стала частью европейской цивилизации и восточным бастионом христианства. Христианское Древнерусское государство стало барьером для наступления ислама на Европу. К тому времени под влияние мусульман попали Южная Италия и Испания. Таким образом, по своему геополитическому значению, Русь стала преемницей Византии. Христианская культура вобрала в себя весь арсенал архаической языческой славянской культуры. Языческие и христианские традиции на Руси многие века сосуществовали, образуя своеобразный культурный сплав. Народные праздники и обряды, имеющие нехристианские корни, уживались церковными догмами и церемониями. Противоборство христианства и язычества на Руси не носило ярко выраженного острого характера. Скорее, шел процесс взаимопроникновения и взаимообогащения двух культурных пластов. Именно принадлежность Руси к древнеславянской культурной традиции и славянскому мироощущению стала основой обращения Руси к православию. Итак, православные христианские храмы были в русских городах задолго до крещения Руси. Когда в девятьсот восемьдесят восьмом году христианство стало государственной религией, то произошло официально административное деление земель на церковные округа. Ближайшим следствием этого стала унификация богослужения. Во всех храмах стали совершать богослужения по одному образцу, который был получен в готовом виде из Константинополя. У христиан издревле был принят обычай строго поститься перед великими праздниками. Этот обычай скоро вошел и в быт наших предков. Начиная с одиннадцатого века рождественский пост становится общеупотребительным. Особенно народу полюбился сочельник. Однодневное строгое воздержание от пищи до первой звезды. Накануне Рождества Христова. Вечерняя трапеза начиналась с обрядовой каши кути. Ее варили из ячменя, пшеницы, риса или другой крупы. И приправляли медом, изюмом и сочевым, маковым, конопляным, миндальным или другим семянным соком. В рождественский сочельник такую кашу ставили на стол, покрытый соломой, а сверху скатертью. Вынимали соломинку и гадали. А кажется, длинная родится хороший урожай льна. А короткая будет не урожай. В этот вечер спутывали ноги столу, чтобы скот не бегал. Девушки собирались за околицей и пригоршнями бросали снег против ветра. Если снег падал звучно, это предвещало молодого красавца-жениха. Если не слышно и криво, быть заглухим или стариком. В сам день Рождества обычно пекли ковачи, перепечи, небольшие ржаные колобки, фигурки из теста, изображающие маленьких коров, быков, овец и других животных, и посылали их в подарок родным и близким. Главными угощениями на праздничном столе были свиное мясо и рождественский гусь с яблоками. Появление первой звезды считалось не только сигналом к началу вечерней трапезы. После нее народ шел в храмы на богослужение, которое начиналось с вечера и заканчивалось к трем или четырем часам утра. Эти ночные богослужения сохранились в церковной практике до нынешних дней. Кажется, что сама природа с замиранием ждет явления в мир солнца правды Христа. Храм был наполнен трепещущим светом свечей. Он объединял людей, давал им чувство общности и ощущение присутствия на том самом, происшедшем в далекой Палестине, таинстве рождения Христа. Приходили в храм в праздничных одеждах. Войти в него, одетым грязно или небрежно, считалось неприличным. Особым позором было показаться в храме пьяным, ведь идут последние часы рождественского поста. Богослужение длилось больше, чем теперь. Связано это не только с тем, что наши предки пели и читали очень неторопливо, стараясь донести каждое слово до слуха молящихся. Составной частью богослужения были поучения святых отцов. Это были своеобразные университеты для простого народа. Отдельного места для певчих предусмотрено не было. Певчих выбирали среди мужчин, обучали и помещали в алтаре. Интересно, что в те далекие времена народ не теснился в храме вперемешку. Мужчины стояли справа от иконостаса, а женщины слева. Но так же, как и теперь, грудных детей приносили в храм непосредственно перед причастием. А дабы не нарушать благочинность богослужения, для этого пользовались боковыми дверями. При этом в рождественскую ночь старались причаститься все без исключения, ведь Христос пришел в мир для всех людей. В какой-то мере этот древний обычай дошел и до наших дней. И поныне люди, которые не имеют времени, возможности или желания посещать храм в течение года, стараются причаститься хотя бы два раза в год. После праздника Рождества Христова до праздника Крещения следуют дни особого духовного торжества, которые сейчас называются святками. Но это название установилось не сразу. В древности период после солнцеворота назывался иначе – страшные дни. Тут христианское миросозерцание столкнулось с языческим. Ведь на Руси издревле именно после дня солнцеворота 25 декабря начиналось самое студенное время. «Солнце поворачивает на лето», – говорили наши предки, – «а зима на мороз». И в людские сердца закрадывался страх. Солнце только родилось, оно маленькое и слабое. Зимние морозы могут застудить дитя, и лето может вообще не прийти. Солнцу надо помочь. И только от людей зависит, то настанет лето или нет. Поэтому наши предки жгли костры. Этому придавалось колдовское и магическое значение. А так как солнце – это символ летнего веселья, то и язычники пытались ему помочь, устраивая веселые икры. Особенно важно было колядование, что значит созывать напиршество в честь богов. Обряды колядок были направлены на то, чтобы рос хлеб и плодился скот, чтобы в доме был достаток, в семье счастье. Но прежде всего, чтобы не прекратилась жизнь, об этом пелось и в колядных песнях. Но делать все это позволялось только в маске. Она должна была обмануть злого духа Мороза Карачуна, чтобы он тебя не узнал и не навредил собравшимся на пир. Молодежь надевала самодельные маски, бороды из льна и шутливые костюмы, состоящие из самых худых зипунов, вывороченных шерстью наружу. Обычно четверо парней несли чучело кобылы, связанное из соломы. Верхом на кобылу сажали мальчика-подростка, одетого в костюм горбатого старичка с предлинной бородой. Колядок, как правило, изображал ряженый в образе козла. Рядились также в коня, корову и других животных, воплощавших плодородие. Шумно-веселой ватагой парни, девушки и мальчики врывались в дома, пели, плясали, предлагали погадать. Хозяевам полагалось гостей без подарков и угощения не отпускать, за что ряженые сулили им полное благополучие и счастье. Колядовать начинали с рождественского сочельника. После безуспешных попыток искоренить коляду, христианская церковь включила ее в святки, противопоставив играм и обрядам коляды к славлению Христа, хождению со звездой и прочее. В колядных песнях народ начал воспевать и Иисуса Христа, события праздников Рождества и Нового года. Духовенство подключилось к такого рода творчеству. Церковники стали сочинять книжные колядки, канты. Так святки стали воплощением языческих и христианских верований, с самым насыщенным разными обычаями, обрядами и предметами праздникам. Скверну переряживания смывали в крещение святой водой. Двенадцать святых дней закладывали основу будущего года, поэтому святки было принято проводить не только весело, но и в любви и согласии с близкими. Ходили друг к другу в гости, поздравляли с праздником. На святке самая строгая мать не заставит дочку прясть и не будет держать за иглой в долгие зимние вечера. Когда на улице льется широкой волной веселая песня парней. Когда в жировой избе на посиделках заливается гармонь. А толпы девушек, робко прижимаясь друг к другу, бегают слушать под окнами и гадать в поле. В святые вечера женщины мотали тугие клубки пряжи, чтобы уродились тугие кочаны капусты. Ткать было грешно, иначе в праздник случится несчастье. Грешно было и охотиться на святки, на зверей и птиц. Две ночи на святках посвящались гаданиям. Первая на Васильев день с 13 на 14 января, вторая на Крещение с 18 на 19 января. Для святок характерны очистительные обряды, окуривание и окропление водой крестьянских построек, выбрасывание мусора, церковное освящение воды в водоемах, для изгнания оттуда нечистой силы и другое. Христианство переосмыслило языческую магию. Праздник Рождества Христова – это торжество радости о том, что Бог вошел в ткань человеческой истории. Свет пришел в мир, как пишется в Евангелии, и тьма не объяла его. Каким бы ни был страшным мир, мороз и смерть, Христос уже все это победил через Рождество и Воскресение. Бог недалек, Он здесь среди людей. Бог любит Своё творение, а особенно людей. Следовательно, уже нет места для страха. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика Ваша награда на небесах. И люди веселились от души. Они радовались рождению Богомладенца Христа. Костры стали не магическими помощниками для Божественного Солнца, а просто местом сбора для радующихся христиан. Солнце перестали воспринимать как Божество. Калядование превратилось в детский праздник. Дети, наряженные волхвами и пастухами, под сделанное из дерева рождественской звездой, обходили крестьянские дворы с веселым призывом прославить родившегося Христа. Страшные дни стали святыми, святками. Христианство изгнало из народного сознания первобытный ужас перед неведомыми духовными силами. В исторической перспективе смена языческого мира созерцания на православие дало Руси огромный толчок для развития. Освободившийся от первобытного ужаса народный творческий потенциал создал величайшую письменность, монументальное прикладное и художественное искусство. Православие – корень нашей цивилизации и культуры. И веру, надежду и любовь наших предков мы передадим и в будущее нашим потомкам. Вот так, друзья. А на сегодня всё. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Мне очень важно ваше мнение, очень интересно. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. С наступившим вас, друзья, Новым годом! И с наступающим Рождеством! Пока-пока!